Здравствуйте! Кандидат исторических наук Капыш Фардак Кайржанович. Дисциплина новой и новейшей истории Европы-Америки. Тема 1. Введение. Новое время, новая история, условное историческое понятие, обозначающее период истории человечества, следующий за Средневековьем. Хронологическое новое время охватывает период открытия Аристофором Калабом Америки и Первую мировую войну. Понятие нового времени появилось в европейской историко-философской мысли в эпоху Возрождения, когда итальянские гуманисты 15 века разделили историю на древнюю, средневековую и новую. Для гуманистов новым временем была их современность, а его критерием стал расцвет в период Ренессанса, светской науки и культуры. Понятие нового времени подтвердилось в исторической науке и широко используется, хотя смысл его во многом остается расплывчатым. Распространение делений истории на древнюю, средневековую и новую способствовало сочинению французского ученого Жан Бодена «Метод легкого изучения истории 1566 года». В 17 веке это переизято стало традиционной в западноевропейских университетах. В либеральной же историографии распространилось мнение, что за началом новой истории следует принимать появление гуманизма и реформации. Эта точка зрения была общепринятой в русской дореволюционной исторической науке. Сторонником такого взгляда был в частности либеральный историк Кориев, автор семитомной истории Западной Европы в новое время с начала 16 века 2014 года. Во Франции историки обычно охватывают весь период после Великой Французской революции до современной истории. В британской же исторической литературе наряду с термином «новая история» употребляются выражения «современная история» или «недавняя история». Американские же ученые за исходный пункт нового времени обычно принимают великие географические открытия, особенно открытия Америки 1492 года. Но далеко не все народы вступили в эпоху нового времени и до недавнего времени некоторые еще долго оставались на обочине, так скажем, представляя скорее объект мирового развития. Начало новой цивилизации положили страны, расположенные в Европе и Америке по берегам Атлантического океана тем, чем было Средиземное море для древней средневековой цивилизации, так и в целом для мировой. И этот Атлантический период так и, в принципе, называется Атлантической цивилизацией или новой новейшей историей, которая вступила в 19 веке и начала распространяться по всему свету и быстро ускорилась на берега Тихого океана и на другие регионы, охватив весь мир. Новая история, как определенный период всемирной истории, является характеристикой приемлемой как для стран Запада, так и для стран Азии и Африки. Однако содержание этого исторического периода для таких разных регионов земного шара, конечно, представляется совершенно не однотипным. В передовых странах, например, Запада происходило развитие, а затем торжество буржуазных и индустриальных отношений, в странах же Востока, наоборот, вступили в длительную полосу кризиса своих феодальных структур, а затем стали легкими объектами для капиталистической экспансии со стороны ведущих стран Запада. В Африке к началу периода нового времени вообще не было каких-то сильных, крупных государств, как в Европе, допустим. Поэтому европейцы сравнительно легко захватывали те земли, где имелись месторождения серебра, золота, другие природные богатства. Главным же содержанием периода нового времени стало постепенное разрушение традиционного общества и возрождение черт нового индустриального общества, для которого характерен прежде всего рост промышленного производства и многие другие характеристики. Тема 2. Страны Запада в конце XVIII веков и Европа в XVI веке. Во-первых, в Европе в XVI веке формируются три региона различного экономического развития. Это регион необратимого развития капитализма, где формировался северо-западная Европа, это Англия, Нидерланды. Регион, где капиталистический уклад оставался подчиненным феодальному, а позже, с начала XVII века, наблюдалась уже необратимость капиталистических отношений, который занимал территорию от Средиземного моря до Скандинавии. В Центральной и Восточной Европе, а также на Балканах, происходит формирование периферийной подложения, то есть к экономике Западной Европы и зоны, где продолжается полное господство феодализма. Несмотря на общеевропейское развитие капитализма, который приводило к складыванию европейский мир, тактия, скажем, экономики, понятия, введенные Фернаном Борделем, все же вплоть до 1750 года господствующим центром экономики оставались города, государства, Венеция, допустим, Анфертон, Генуя, Амстердам и экономические регионы или страны. В XVII веке сердцевина европейской экономической жизни все-таки находилась на северо-западе Европы. Здесь господствовал ранее капиталистический уклад, шло развитие мануфактурного производства. В это же время наблюдается проявление различных тенденций в регионе, допустим, в Средиземном море, Скандинавии, где, с одной стороны, сохраняется прежняя ситуация в соотношении феодального и капиталистического укладов, допустим, во Франции, Швеции, ряды германских земель, а с другой стороны, в Испании, Португалии, Северной Италии и Юго-Западной Германии начинается общественно-капиталистический прогресс. В Восточной же Европе и на Балканах феодальные отношения еще более укрепляются, вплоть до так называемого второго издания крепостничества. В XVI веке является золотым веком Голландии, когда в 1628 году начинается гегемония Англии в европейском мировом хозяйстве. Тема 3. Английская революция XVII века. Англия в XVII веке представляла предпосылку английской буржуазной революции. Здесь же мы наблюдаем характерные черты первоначального накопления капитала в Англии. Расцветает английский абсолютизм и его своеобразные черты. Происходит конфликт между абсолютизмом и парламентской оппозицией при первых стюартах династии. Начальный этап революции в этот период заседает долгий парламент, социальный состав, плод и однородный. К власти приходят революционеры, которые на первых порах закрепляют свою власть. В связи с этим возникает гражданская война. Парламентская армия на первых порах терпит поражение, но в связи с тем, что на политическую арену выходит Оливер Кромвель, он сумел переломить ситуацию революции. И в дальнейшем происходит подъем революции, инициатива переходит уже в руки парламента. Здесь решающую роль играют народные массы, и парламент сумел провозгласить республику, при этом даже казнив короля Карла I. Это единственный случай в истории Англии, когда устанавливается республик. Никогда в истории Англии республики не было, это монархическая страна по сегодняшний день. Но эта история республики не была продолжительной, буквально 8 лет она продолжалась. После смерти Оливер Кромвеля была восстановлена монархическая система. В 1688 году происходит уже полное восстановление династии Стюартов. В этот период на политическую арену выходят замечательные такие сильные просветители, как Джон Лок и другие, которые положили начало либеральной мысли, демократической мысли. Расцветает в это время культура, происходит, в общем-то, начало подъема промышленного, развитие сельскохозяйства, происходит дальнейшее развитие переначального капитала, рост монофактуры, завершается аграрная революция положительными результатами. Тема 4. Франция при старом порядке. Старый порядок – это термин, так называемый, старый режим или дореволюционная Франция. Это политический и социально-экономический режим, существовавший во Франции, приблизительно с конца 16-го, начала 17-го века до Великой Французской революции. Как пишет французская история Губер, монархия старого порядка родилась в гражданских войнах, которые привели Францию к краху во второй половине 16-го века. Однако некоторые его черты возникли еще ранее, в 15-16 веках. Особенность старого порядка во многом предопределили французскую знаменитую революцию, ее характер предопределили. Французская революция остается лишь темным местом, как он пишет, для тех, кто не захочет видеть ничего, кроме нее, там свет способный прояснить, который сможет прояснить во времени, что предшествовало этой французской революции. А предшествовало это старое общество с ее законами, его пороками, его божеством, величием. Она будет только понятна в том случае, когда французы сумеют его изучить, на таком слове Губер, в общем-то. Также к этому мнению присоединяется и знаменитый историк Токвиль, где он говорит о том, что во Франции повсеместно в этот период крепостное право исчезает, исчезает система вассально-ленных отношений, исчезает феодальная лестница. И все это именно большой урон нанесло до французской знаменитой революции. Но самый сильный удар нанес кардинал Ришелев в 16 веке, как указывает историк Мандру, именно он уничтожил феодальные замки французских герциков, баронов, которые сохранились еще в глубокой средневековье. Именно он распустил частную армию, запретил дуэли и вел полицейские ограничения на свободу французской знати. Это Ришелев иметь в виду. И с этого момента во Франции окончательно сформировался абсолютизм, то есть сильная, неограниченная власть монарха, которая также не характерна для феодализма, с его системой рыхлой вассальной зависимости. То есть когда вассал моего вассала, не мой вассал, есть такое извлечение. Вместе с тем старый порядок имел мало общего с капитализмом, надо об этом сказать, который бурно развивался в соседних Англии, в Голландии, Германии, Италии. В политической сфере же делался упор на божественное право королей, править своими подданными. Абсолютный монарх, то есть самым знаменитым из которых был король солнца знаменитый, Людовик XIV, он нам задал вообще неограниченной властью и большие полномочия имел. Тема пятая. Американская революция, образование США. Что означает американская революция? То есть это политические события в британских колониях Северной Америки в 1775 году, по некоторым данным в 1765 году, по 1783 году, который завершил образование Соединенных Штатов Америки. Во-первых, чем это связано? Нежеланием колонии подчиняться митрополии, недовольствием привилегий дворян и королевского двора. И понятие американская революция включает в себя несколько моментов таких. Это война за независимость. Это, прежде всего, война для Соединенных Штатов за свободу, за независимость. Она явилась завершающим этапом революции. Американская революция привела к появлению новой формы сотрудничества, к конституционной республике с избираемым президентом, с равноправнее всех граждан. А в середине 17 века на территории 13 американских колоний проживало более трех миллионов человек. Две трети, которые были в общем выходцами из Великобритании. Преимущества небольшие... Это небольшие поселения преимущественные, которые ускоренно развивались. И первые колонии Северной Америки, которые появились, это были пуританские общины. В Вирджинии, Новопримут, Массачусетс, Майрилент и так далее. Особенности были те, что очень сильно разнятся здесь социально-экономическими и политическими развитиями Север и Юг Америки. Север, он более сильно развивался. В своем плане, что промышленное развивалось, капиталистическое развивалось. А Юг, он развивался в другом направлении. В орвовладельческом, то есть и жидком, и старого, орвовладельческой системы. Из-за этого происходит вот такое вот противоречие, в общем-то. Но здесь надо отдать должное от самоосновательного Соединения Соединенных Штатов Америки, первым президентом, Джорджу Вашингтону, Томасу Андерсону, Томасу Джекферсона, извиняюсь, которые действительно сумели завоевать независимость и, соответственно, образовать Соединенные Штаты Америки. Продолжение следует... Продолжение следует...